Всем привет! Меня зовут Дарья Кей. Сегодня мы будем делать обзор на косметику из Ашана. Ашан идет! Тру-тру-тру! Барабанная дробь! Сегодня я постараюсь быть абсолютно непредвзятой, несмотря на то, что это косметика из Ашана. Как бы нам не хотелось думать о ней плохо, нужно все-таки убрать это все. Так что давайте начинать. У самого Ашана есть бренд косметики, называется он Косме. Вот так вот выглядит тональный крем. Упаковки все грязные и как бы, как сказать, все там грязные. Ну покажу все, будет тон. Три палетки теней, закос на зебальм и губная помада. Губная помада. Закос на ленинградскую тушь, такую, в которую нужно немного типа поплевать. Рассвет. Вот это аналог этой туши из 90-х. Я решила ее прям откровенно сравнить для бровей и ресниц. Не знаю, ой, как им брови красить? Ну, собственно, посмотрим сейчас. Абсолютная непредвзятость, но упаковка грязная. Просто невозможно найти что-то чистое. Но почему? Я не знаю, как бы, может быть, стоит запечатывать все-таки свои продукты, чтобы они не были грязными, как вариант. Но это опять лишний пластик. Зачем нам загрязнять окружающую среду? Ладно, это можно потерпеть. Вот так вот выглядит баночка тонального крема. Гипоаллергенник флюид фоундейшн. Гипоаллергенная тональная основа. Интересно. Изготовлен, как ни странно, этот продукт в Польше. Вообще, Ашан – это французская фирма, французский бренд. И получается написано, что произведено в Польше для Франции. Так понимаю, экспортер Ашан. Я когда первый раз узнала, что Ашан – это французская фирма, я такая, о боже мой. Увлажняющую тональную основу. Второй беж оттенок. Стоит 500 или 600 рублей. Это Лореаль. Ой, это цены почти Лореаль. Для нанесения я возьму пушистую кисточку. Нанесу. Ну, она вообще куда-то пропала. Хотя я взяла очень много тона. Две выдавливания помпы. Я смотрю, если вы видите это на экране, то, мне кажется, вы уже должны вставать, одевать джинсы, идти просто в Ашан, потому что именно этот тон идеально подошел во втором оттенке под мой оттенок кожи оливковой. Ну, я не знаю, что сказать. Смотрится он просто идеально. Сильное заявление. Проверять, конечно же, я его буду, поэтому я его наошу на лицо. Не прикрыл синяк, нужно нанести туда либо больше. Он достаточно быстро расходуется. Мне реально не хватило два нажатия помпы на все лицо. По крайней мере, на пушистую кисточку. Просто если говорить про меня, то я очень люблю влажные тональные средства. Естественно, для обладательниц жирной кожи, жирнящейся через 5 секунд после нанесения любого тонального средства, это будет просто провал, провальный. Но для меня, человека, которого она просто начинает шелушиться, если ее немного приморозить, либо недоувлажнить и нанести тон, это просто находка какая-то. Сама кожа такая прям бархатная. Ну, много силикона в ней, наверное. Сейчас посмотрим по составу. В составе есть, естественно, силикон. Со временем этот тон становится чуть-чуть более матовым. И что-то я подумала и поняла, что для 500 рублей оно как бы нормальное. То есть это не вау, если бы я взяла за 200 рублей и такая, что произошло с моей кожей? Сработал хуже, то просто это был бы позор. Космия. И переходим к теням. На тенях я прям разошлась. Эти тени не Космия, но также представлены в Ашане. Тени для век 1099. Четырехцветные. Я не понимаю, это цена или название? Что это такое? Они напоминают тени The Balm, либо как бы их жестко косплеят. Называется Nude. Ну, на самом деле, такие тени можно и на Алиэкспресс вроде бы найти. Я точно не гуглила, но в Ашане я их приобрела. Понравились они мне вот как раз вот с этой вот палетки. Четыре коричневых оттенка. Вот эти нижние два оттенка как будто бы одинаковые. Эта палетка чисто нюдовая, матовая. Эти две палетки уже поинтереснее. Одна. Чисто шиммерные оттенки. Причем я ее не видела. Тестера на эти палетки не было, и я купила их на обувь. Говки прям картонные. То есть, минимум затрат, максимум пользы. И сделаю свочи. Пигментация теней просто ужасная. Я реально не понимаю, зачем они существуют на рынке, если есть такие прекрасные бренды, как... Все представленные в подружке бюджетные бренды обгоняют вот это вот барахло, которое реально, ну, нет смысла ему существовать на рынке, кроме как красивой картинки. Этот жесткий закос под The Balm мне кажется, реально не нужен, потому что пигментация прям, прям никакая. Пигментация просто прям никакая. И я не понимаю, зачем эту китайщину завозит Ашан. Из этой палетки коричневых теней попробую нанести вот этот. Нанесу в складку этот коричнево-рыжий оттенок. Яркий пример меловых теней, которые через какое-то очень короткое время исчезнут с ваших век вообще. С темно-коричневых теней смешаю, они реально почти идентичны. И нанесу... Ну, куда я нанесу? Не видно их. Вот. Ну что это? Я полностью промокнула кисточку. Получаются какие-то синяки. Рыженькую девчонку. Попробую использовать вот этот вот светлый оттенок. Он, кстати, относительно пигментированный. Да, даже переносится. Поэтому я буду использовать такой вот персиковый шиммер на глаза. За эти деньги можно купить хороший рефил розового, либо золота, либо цвет шампанского, чтобы наносить на глаза. Ну, а вот эта вот палетка теней с синим оттенком. Ее реально нет смысла нанесить на глаза даже, потому что это будет какой-то невнятный васильковый оттенок. Эти два болотных, хоть этот матовый, хоть этот шиммерный, не работают. Шиммер еще немного вывозит как-то ситуацию, но остальное, конечно, полный бред. Так, переходим к самому интересному. Тушь для ресниц. Таким вот образом выглядит упаковочка. Сюда нужно налить водички. Раньше использовали что-то вот типа такой, щеточки. И ершик. Я попробую сначала ершиком. Как бы в большинстве своем ингредиенты очень простые. Это воск, стружка мыльная, воск пчелиный, масло касторовое. Стружка мыльная меня что-то немного смущает, но ладно. Почему это стоит так дорого, если тут просто небольшой кусочек мыльной стружки? Что вообще происходит? О, блин! Это так нелогично делать мыльную стружку для глаз. Это же все может попасть в глаза. Это можно хранить эту тушь как запасной вариант, который никогда не засохнет. Точнее засохнет, но его можно будет разбавить. Так, мне просто интересно, как работает вот ленинградская тушь. Говорят, что она реально крутая. В ленинградской туши есть та самая щеточка, которая прилагается перед применением увлажнить. В составе тут тоже самое. Мыло, стеарин, воск пчелиный. Только немного, но в разном порядке. Так, мы ее брызгаем и прям оригинальной щеточкой я пытаюсь прокрасить реснички. Как будто бы лучше. Не знаю, то ли это из-за щеточки, то ли это из-за чего. Но ашановская тушь явно проигрывает. Попробую еще раз с тушью из-за шана, только уже вот этими железными. Ну нет, ну не знаю, ну прям вообще она ничего не делает. С этой стороны, как бы я ни наслаивала тушь, она почему-то не наслаивает. С этой стороны вроде бы туши одинаковые по схеме, как бы. Но, видимо, легендарность этой туши никак не повторить. Какой же фигней я занимаюсь? Можно просто пойти и купить за те же 80 рублей тушь идеальную, которая будет прокрашивать и подвивать ресницы. Хотя, о мой, о боже мой, что она, что творит ленинградская тушь? Вы посмотрите, смотрите. Ладно, сюда я тоже несу тушь. Ленинградскую. Эта тушь, конечно, максимально не водостойкая. Буквально брызнешь пару раз, ресницы опустятся. Для губ я решила купить что-то тоже такое в ретро-упаковке. Это перламутровая помада, как металлик сейчас говорят. Очень актуальная на данный момент. Такая вот она оранжевая. Посмотрим, какая она будет на губах. Мне показалось, она интересной. У меня на губах уже сошедший блеск, поэтому ничего страшного. Пробуем. Пахнет странно. Ну, блин, естественно, это же стоит копейки. Если бы я собиралась на ретро-вечеринку, я бы обязательно зашла в Ашан за тем, чтобы закупиться на вечер чисто такой косметикой. Но что меня смущает больше всего? Что с помадой произошло? Она просто расплавилась от моих губ. Это как масло абсолютное. Несмотря на неприятное ощущение от вкуса этой помады, она смотрится хорошо. Относительно хорошо. Держаться она будет, конечно, недолго. Это не матовая помада. Ну, вот такой вот немного даже ретро-выпуск у меня получился из Ашана. Если вам было интересно, мне было интересно, но я немного осталась в разочаровании, потому что я многого ждала от этих палеток. Я их не видела внутри, не могла протестировать и накупила большое множество, целых три. Если у вас есть какие-то любимчики из Ашана, то пишите их в комментарии. Мне будет интересно почитать, что я пропустила. Также я думала вернуть рубрику преображения и в скором времени сделать преображение на кого-нибудь очень знаменитого, очень известного. И снять видео вопрос-ответ, потому что у многих вопросы, чем я сейчас занимаюсь, больше информации обо мне. Так что оставляйте свои вопросики в комментариях. А с вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Пока. Я выгляжу реально как из девяностых.